Как раз вспомнила одно интервью, где эксперт один сказал, что Зеленский, да, на это пошел, и это суперклассно, однако ему важно вот этот удар все-таки до конца нанести, иначе его могут ждать проблемы те же олигархи, которые могут сейчас объединиться против Зеленского и нанести ему ответный удар, что якобы у Зеленского недостаточно сильное окружение, недостаточно сплоченное, чтобы выдержать этот удар на Зеленского. Вы с этим согласны? Я не вижу, где бы олигархи могли объединяться, если честно, потому что многие олигархи поддерживают, насколько я знаю, решение Владимира Зеленского. Я не думаю, что у Зеленского настолько слабое окружение, я думаю, что там подбираются уже люди, которые в результате отсева и естественного отбора меняют тех, кто там оказался случайно. Поэтому я с надеждой смотрю в завтрашний день, с надеждой. Ну а как же Коломойский, которого раньше приписывали как лучшего друга президента, и сейчас мы видим, что США вводят санкции против него, Владимир Александрович записывает видео, где благодарит США за помощь. Неужели уже отношения Коломойского и Зеленского навсегда все? Мы нигде не слышали свидетельств ни Коломойского, ни Зеленского, что они являются друзьями, тем более лучшими. Это разговоры в околофутбольной среде. Соединенные Штаты принимают санкции против Игоря Коломойского. Владимир Зеленский называет его фамилию. Мы же не видим каких-то свидетельств того, что они являются такими друзьями. Мы знаем, что Владимир Зеленский работал на канале Игоря Коломойского. Но это ни о чем не говорит. Ни о чем, ровным счетом. А как же группа Коломойского «Ослуги народа»? Вы ее знаете, эту группу? Об этом говорят. Что есть такая группа. Ну, говорят много чего. Не исключаю, что она есть. Я не исключаю. Но она, может быть, вчера Коломойского, сегодня кого-то еще, а завтра кого-то еще. Это же украинские депутаты. По натуре своей поголовно предатели. Дмитрий, я думаю, вы видели последний рейтинг украинского «Форбс». Десятку первую. Она практически не изменилась. Однако увлекательно другое, что богатейшие стали еще богаче. Состояние только официальное. К примеру, Ахметова, Рината, с 2,8 миллиардов долларов выросло до 7,6 миллиардов долларов. Порошенко, Коломойский, другие смогли увеличить. Для вас понятно, как это стало возможным в условиях коронакризиса, когда нам говорят, что все теряют деньги? Вы знаете, мы можем только радоваться увеличению состояния богатых людей и увеличению количества богатых людей. Потому что для меня богатые люди – это работодатели прежде всего. Это люди, которые дают работу миллионам людей, которые платят налоги и создают национальный продукт. Соединенные Штаты в конце 19-го, начале 20-го века придерживались политики «чем больше олигархов, тем лучше». Но я бы не называл многих из перечисленных вами олигархами. Я бы не называл Ахметова олигархом. Почему? Он не имеет никакого влияния на власть. Первое, насколько я понимаю. Он имеет скромных два канала. И он создает огромное количество, сотни тысяч рабочих мест. И является единственным, наверное, в стране богатым человеком, который платит все налоги и который платит зарплаты в белую. Я специально интересовался, мне было очень интересно, зарплатами на его каналах. Люди получают зарплату в белую с учетом всех налогов. Я интересовался, что происходит в футбольном клубе. То же самое. Что происходит в Мединвесте. То же самое. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек начал жить по законам цивилизованного мира, по законам европейских стран, по американским законам. Там, где это принято, где этим гордятся. Одним из первым, если не первым. То же самое касается других богатых людей, которые сделали деньги благодаря своему интеллекту. IT, например, и так далее. В первой десятке их, к сожалению, насколько помню, нет. Пока. Они скоро подойдут. Понимаете, когда человек обладает миллиардами, не работая в бизнесе, вот это вызывает вопросы. Когда он только в политике крутится, и у него миллиарды, вызывает вопросы. Когда человек не был в политике, но имеет миллиарды и имеет огромное количество рабочих мест, это вопросов не вызывает. Как известно, Ахметов, говоря о нашей журналистской терминологии, медиадевственник. Возможно, вы пробовали у него получить интервью, связывались, возможно, даже лично с ним. Насколько это возможно в ближайшей перспективе? Потому что, на самом деле, очень интересный персонаж, к нему очень много вопросов. Я обращался к Ренату Леонидовичу за интервью, и мы договорились об интервью, которое состоится сразу же, как только будет освобожден украинский Донбасс. Поэтому можем проанонсировать это интервью в момент освобождения украинского Донбасса и возвращения его в Украину. То есть, насколько я понимаю, это еще будет не скоро? У меня нет такого понимания. Это может произойти завтра, а может произойти послезавтра. Важно быть к этому готовым. Вот. И я слышала интересную мысль, что Путин может сделать такой, мы берем кавычки слово «подарок» Украине, возвращая Донбасс, и Украина таким образом якобы получает большую проблему. Потому что ей придется решать социальные вопросы, восстанавливать инфраструктуру, работать с людьми, потому что мы понимаем, что возвращаются совершенно другие украинцы. Я не жду от Путина подарков, и наша страна не должна их тоже ждать. Путин не способен Украине дарить ничего. Путин способен причинять... Но можно ли это будет считать подарком? Украине боль и зло. Есть территория Украины. Это оккупированный сейчас Донбасс и Крым. И она неминуемо будет возвращена. Неминуемо. Я думаю, что Путин не будет предпринимать усилий по возвращению этой территории. Хотя Донбасс ему уж не нужен точно. Я спросила в негативном ключе, подарок в кавычках. В смысле, как в проблему. Понимаю. Путин может отдать Донбасс только на одном условии. На двух. Крым мировое сообщество признает российским. И выборы на Донбассе проходят по российскому сценарию. Украина никогда на это не пойдет, и мир тоже. Ну и как журналиста, не могу вас спросить ваше мнение про телеканал Дом, который вещает всю зону Ордло. И новое шоу Юлии Мендель, пресс-секретаря Владимира Зеленского, которая начала вести свое шоу «Взгляд с банковой». Как вы оцениваете вот такую инициативу? У меня нет мнения о телеканале Дом, потому что я ни разу не смотрел его программу. Что касается того, что Юлия Мендель начала вести свою программу, это очень интересное начинание. Но я опять-таки не могу оценивать реально ее программу, потому что я тоже ее не видел. Но ход очень хороший, как креативный ход. Вообще создать канал Дом надо было уже давно, потому что российская пропаганда ведется мощно на Донбасс. А украинская, к сожалению, не то что отстает, ее не было. Сейчас нужно начинать разговаривать с людьми, с нашими, с украинцами, которые живут на Донбассе. И если канал Дом сможет это делать профессионально и выходить с человеческим лицом, Украина от этого выиграет. Ну вот видите, вы говорите, что не смотрели этот телеканал. Я его включила только после того, как узнала про шоу Мендель. Я спросила коллег. Коллеги тоже узнали про это шоу после Мендель. Про этот вообще телеканал. И что я заметил... Видите, хорошо, креативный ход. Значит, с помощью Юлии Мендель привлекли внимание ваших коллег к тому, что этот канал существует. Да, ну и мы, я скажу, что очень помогли Мендель, потому что без телеканалов, без ютуб-каналов, о ней бы никто тоже никто не узнал, потому что начали как раз обсуждать саму персону, а не сам телеканал и шоу. Ну как никто не узнал? Юлия Мендель очень известна, она пресс-секретарь президента. Если бы не она, то никто бы не узнал этот канал. Если бы не она, конечно, конечно. Канал Дом не знали бы. Вот, Дмитрий, вопрос тогда о целесообразности траты государственных денег. Там немаленькая сумма на этот телеканал. Если вот у нас приходили люди, которые приехали с Луганской и Донецкой областях, они говорят о том, что там невозможно на оккупированных территориях смотреть этот канал, потому что глушат сразу. То есть вопрос, на кого тогда он работает? Этот вопрос надо задавать многочисленным проверяющим организациям, которые могут компетентно разобраться в вопросах целевой или нецелевой траты средств, отпущенных государством на этот канал. Но поскольку я не нахожусь на Донбассе, я не могу ответить на вопрос, глушат, смотрят или не смотрят, не знаю. Дмитрий, ну и чтобы закончить наше интервью на позитиве, можете отметить несколько ключевых позитивных изменений для украинцев, для Украины? Я считаю, что борьба с российской пропагандой, заключающаяся в закрытии каналов Медведчука, это большой плюс. Я считаю, решительность, с которой президент Зеленский и секретарь СНБУ Данилов повели наступление на Россию как государство, это плюс. Я считаю, что то, что Владимир Зеленский проснулся от сна, условно говоря, и показывает себя решительным, действенным и действующим президентом, это большой плюс. А дальше мы сейчас находимся в процессе ожиданий, а дальше нам надо увидеть все это в развитии и сказать, что да, вот это супер, вот этого мы ждали, и мы это получили. Я помню, что, кстати, вы один из первых взяли интервью у Владимира Зеленского после его победы, если я не ошибаюсь, и не отправляли ли вы повторный запрос? Я взял единственное его интервью, у него интервью перед выборами. Перед выборами? Да. Не отправляли ли вы запрос, чтобы вот уже после таких грандиозных событий обновить? Я не отправлял запрос, но вы хорошую идею подали, я бы с удовольствием сделал интервью с Владимиром Зеленским. Я не знаю, насколько оно было бы таким искренним, как было то интервью, потому что все-таки статус президента, он обязывает отвечать на вопросы несколько иначе, чем статус, допустим, даже бывшего президента. Как хорошо говорить с людьми, когда они уже ушли с поста, вот лучше ничего не придумаешь. Когда человек на посту, он не может быть столь откровенен, и это понятно, это нормально. Но вы подали хорошую идею, я обязательно подам запрос на интервью. Даже знаете, сравнить, насколько Владимир Зеленский отличается два года назад и сейчас, потому что мы видим, как президентство меняет не только характер, но и внешность. Быстро появляются седина, мешки под глазами. Он отличается от себя образца двухлетней давности, потому что знание рождает печаль. Он приобрел огромные знания, он узнал такое, чего знать не хочется, я уверен. И печаль его приумножена во много раз, многократно. Это видно в его грустных глазах, это видно по его уставшему виду. Но это удел президентов. От этого никуда не уйти. То есть теплой ванны, о которой все говорят, у президента нет. Это же невозможно. Представьте себе, когда каждую минуту ты ждешь чего-то. То ли удара, то ли какой-то ситуации нештатной, то ли очередного предательства. Каждую секунду ты ждешь. И ты понимаешь, что ты не принадлежишь себе, ты не принадлежишь семье. А тобой руководят обстоятельства и люди. Кто же от этого будет лучше выглядеть? Никто.